Интервью с капитаном команды Саразского государственного университета Аланом Андреевым. Алан, поздравляем с победой. Каково это представлять Россию на международных соревнованиях? Мы, во-первых, спасибо за поздравление. У нас такого опыта нету, как у той же команды из КубГУ. Можно сказать, первый раз на такой турнир выехали и достаточно достойно представили и страну, и свой университет. Расскажи поподробнее, что за турнир прошел в Барселоне и каким был уровень соперников. Достаточно хороший уровень турнира был. Команды были из разных стран, европейских в основном, по большей части. Сыграли мы на групповом этапе три игры, потом четвертьфинал, полуфинал и финаль победили. То есть соперники, там ни одна команда не повторялась, то есть со всеми разными командами мы сыграли. Участвовал в турнире от двадцати команд, если не ошибаюсь. СГУ приехал в Испанию в сильнейшем составе? Ну, в самом сильнейшем составе у нас. Закончился сезон у ребят, и у них спокойной душой они с нами поехали. И усилили, я считаю, нашу команду очень сильно. Это потому что там в первенстве СФЛ, конечно, многих ребят в этом году мы не досчитались. И вследствие этого, конечно, не самый лучший результат показываем на данном этапе. Как команда преодолела путь к финалу? Были ли те соперники, которые способны составить конкуренцию командам из национально-студистической футбольной лиги? Ну да, очень такие добротные команды крепкие встречались. На групповом этапе там команды разного, так скажем, уровня встречались. То уже из четверть финала уже достаточно хорошие команды, которые приятно было соперничать. Как складывался финальный матч турнира, за счет чего в вашей команде удалось победить? Ну, финальный матч, конечно, такая отдельная история. Мы, еще раз говорю, первый раз играем с иностранцами. И, ну, впервые, так скажем, столкнулись и с провокацией, и с такими откровенными, там, затяжкой времени, там, игрой на публику. В нашей команде это не присуще, там, вот это вот, притворяться, там, время затягивать, там, что-то изображать, которые, как бы, вещи, которые отношения к футболу вообще не имеют. Ну, вот, я говорю. Начали игру, так, достаточно уверенно, хороший момент создавали. И, как, все шло к забитому плечу в ворота соперника, но получилось так, что пропустили гол, и, я говорю, началось, там, просто. Врачи каждый минут, там, выходили, там, ну, что только не было. Первый тайм, я говорю, на нервах, так, как бы, контролировали игру, но не могли, там, вот, из-за этих, вот, как, моментов таких, вот, так скажем, не совсем корректных, забить нам не удалось. То есть, как бы, во втором тайме вышли и дожали соперника, забили два гола быстро и без проблем довели матчика до победы. Какие эмоции испытали после финального свистка, церемонии награждения? Ну, было очень приятно, так как такой матч достаточно трудовой получился. Именно, именно, ребята, там, за счет характера, за счет желания вытащили, как бы, игру и перевернули, добились победы. Как вам организация турнира, атмосфера соревнований, все ли понравилось? Ну, организация достаточно в неплохом уровне, в плане атмосферы, ну, очень, как бы, понравилось, там, не только футбол был представлен на этом турнире, там, почти, практически все виды спорта, ну, очень хорошо, так, такие ощущения приятные были, интересно, так скажем, было там находиться. И последний вопрос, этот успех на международной арене взбодрит команду после неудачного старта в НСФЛ? Я думаю, однозначно, да, уже так немножко, конечно, у нас не хватало эмоций, вот, первых, и в Тамбове, и в Казани, так, немножко были какие-то, как не в своей тарелке, так скажем. Сейчас, надеюсь, если будет все хорошо, как будем оптимальным составом подходить к турниру, то, я думаю, будем без проблем свои игры, очки брать. Спасибо, поздравляем. Вам, спасибо.